Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в этом видео мы с вами обсудим вопрос того, как в течение одного, двух, ну максимум трех дней выкачать себе десятку. Расскажу все нюансы, которые влияют на скорость прокачивания ветки, ну а для начала скажу следующее. Вы знаете, в чем разница между моим каналом и каналом какого-нибудь именитого ютюбера, который уже раскручен и имеет 200-300 тысяч подписчиков? На сегодняшний день за неполные 6 месяцев на моем канале уже более 400 честных обзоров на танки, такими какие они есть на самом деле я не вырезаю проигрышные бои, потому что игра это не только победы, это еще и поражение. И вы должны знать на каком танке что вас ожидает, если вы средний игрок в танках. Поэтому, ребятушки, если вы за честные обзоры, подписывайтесь пожалуйста на канал. И второе, что отличает мой канал и меня лично от именитых ютюберов и их канала. Для того, чтобы собрать свою публику, мне необходимо делать качественный контент и я над этим постоянно работаю и постоянно пытаюсь улучшаться. Что же необходимо для того, чтобы собрать тысячи посмотров именитому ютюберу? Да ничего, ему достаточно просто выложить свое видео и ютюб уже предлагает его к просмотру. Даже если он завтра покажет вам в своем видео свою голую задницу, ее все равно посмотрят много тысяч раз. Хотя идея неплохая, наверное, надо взять на заметку, но я пока обожду и все-таки продолжу давить именно качеством своего контента, а не тем, чтобы просто заливать в уши. Поэтому, ребятушки, единственное, что может поменять эту ситуацию, это подписаться на мой канал, поставить лайк и обязательно, обязательно нажать на колокольчик, для того, чтобы не пропустить новые видео. Смотрите честные обзоры и качественные видео от честного ютюбера. Итак, ребят, возвращаемся к теме того, с чего мы начинали, а именно, как быстро прокачать ветку. Ну, вот хотите вы себе, допустим, Е100 и думаете, а как бы мне побыстрее туда добраться? Не спешите, не спешите начинать. Для начала изучите ветку и изучите в дереве определенной нации несколько веток, для того, чтобы понимать, какое из оборудования на каждом из танков является похожим с другой машиной. Даже не так, не то, чтобы похожим, а тупо идентичным. Но давайте обратим внимание на вот эти, допустим, две ветки. Ветка FV4005 и FV4202. Вот если вы хотите себе выкачать одну из этих веток, обратите внимание, что FV4005, ее двигатель, это тот же самый движок. Сейчас обратим внимание, смотрите. Видите, грифон. Окей, возвращаемся, открываем здесь и смотрим. Топовый двигатель стоит тот же самый. О чем это говорит? Это говорит о том, что в первую очередь вам необходимо изучить, где повторяются, какие комплектующие, и, соответственно, возможно, это поможет вам быстрее прокачивать ветку и ездить уже не на базовом, допустим, двигателе, или не на базовом там орудии, а уже сразу на топовом, как только вы себе открываете этот танк, исследуя, соответственно, его, проходя предыдущий левел. Для того, чтобы понять, о чем я говорю, давайте обратимся к ветке еще Германии. У меня на канале есть видео и ссылка в пределах этого видео вот здесь появится сверху. Еще добавлю в описаниях под видосом на видос, который я записывал и говорил о том, что три ветки, а именно Яга Е100, ВК-7201К и Маус, их необходимо и их возможно прокачивать одновременно с минимальными, ребят, затратами по времени, по ресурсам и, соответственно, по нервам. Почему? Да потому что у них стоят одинаковые орудия на разных уровнях и двигатели у них повторяются в зависимости от того, какой левел танка вы себе открываете. Соответственно, посмотрите видос и вы поймете, в какой поочередности какую из этих машин необходимо открывать для того, чтобы максимально быстро и максимально легко добраться до трех десяток одновременно. Поверьте, вы не пожалеете, единственное, запаситесь бумагой и карандашом для того, чтобы зарисовать себе схемку или записать пошагово. Теперь, что касается подхода к выбору. Что качать? Безусловно, решать вам. Хотите, качайте Соединенные Штаты, хотите, качайте Союзы. Тут значения определенного нет. Вопрос в том, чего душеньке вашей угодно. Но в любом случае, сначала подготовьтесь к тому, что вас ждет по сложности. Для этого смотрите честные обзоры на технику, даже проходную. И у меня на канале эта техника есть. Что касается того, что вам необходимо взять с собой в дорогу. В первую очередь, вам необходимо взять с собой в дорогу альтернативную ветку. Если вы хотите прокачивать себе, допустим, ветку FVM-4005, обязательно возьмите себе параллельную ветку, которую вы будете качать. Не обязательно из этой же нации. Вы можете качать, допустим, британцев и американцев и так далее. Компонуйте, как хотите. Вопрос просто в том, что пока ваш танк, допустим, находится в бою, чтобы вы не сидели у разбитого корыта и не ожидали, пока он оттуда вернется, чтобы запрыгнуть в следующую катку, вы можете взять себе другой танчик того же уровня или уровнем ниже, не имеет значения, и на нем заехать в бой, параллельно, не спеша прокачивая еще одну дополнительную веточку. Что необходимо сделать еще? Вам необходимо запастись бустерами. Поверьте, с бустерами гораздо проще прокачивать танки, чем без них. И я не рекомендовал бы вам бустеры объединять, если у вас не такое количество, допустим, как у меня. Мне-то, в принципе, допустим, бустер того же самого боевого опыта в количестве 773 единиц выкатывать надо, ну, довольно-таки долго. Поэтому, с учетом того, что у меня уже их очень много, мне проще их объединить, добавить, и я ничего не потеряю. Но в целом же, если вы посмотрите, то обычный бустер добавляет вам 25%. Если вы переходите на редкий бустер, то добавляется 60%. И если вы переходите на эпический, то, соответственно, 90% в плюсе вы будете, помимо того, что вы и так заработаете. Объединять, не объединять, решать вам, все зависит от того, сколько времени у вас есть на то, чтобы катать, и за сколько каток вы хотите это сделать. Поэтому бустерочками можно обзапастись заблаговременно. Где их взять? Взять их можно из контейнеров, которые вы можете открывать себе ежедневно, раз в несколько дней или раз в неделю. Вы можете открывать контейнеры за рекламу, оттуда тоже бустеры выпадают, ребят. Ну, вот, допустим, сейчас выпал бустер перезарядки снаряжения, но, поверьте, выпадает оттуда и бустер боевого опыта, который поможет вам в прокачке веток. Также вы можете запастись, ребят, сертификатиками, нескольких видов. Накопите себе определенное количество сертификатов, допустим, Х3 на все танки, которые можно собрать в батл пассах, которые можно собрать в ивентах. Опять-таки, выпадают периодически за выполнение боевых задач из контейнеров, в том числе из клановых боевых задач. И, кстати, ребят, если вы хотите попасть в хороший клан, приглашаю вас всех ко мне. Пишите в комментариях свой никнейм, и я с удовольствием приму вас, вне зависимости от того, какого уровня танки у вас есть. Или какой процент побед вы имеете. Итак, ребят, помимо Х3, Х5, а иногда даже, ребят, Х10 можно обзавестись, обязательно накопите себе сертификатов на исследование танков. Исследование танков с помощью этих сертификатов, штука довольно интересная, довольно неплохо помогает. Где их взять? Опять-таки, выпадают из контейнеров. Ну и не забывайте про батл пасс. В батл пассе, даже если вы не донатите, но будете выполнять все боевые задачи, или практически все боевые задачи, не считая тех, которые открываются вам при покупке, точнее, боевого пропуска, то все равно вы сможете добраться до 60 уровня. А добравшись до 60, в нашем случае до 59 уровня, вы получаете себе сертификаты на исследование техники, начиная от 7 левела и заканчивая 10. Согласитесь, довольно-таки неплохо, и в целом будет неплохо помогать. В том числе, здесь вы можете найти себе свободный опыт, бусты рочки, в том числе, как на свободный опыт, так и на боевой опыт. Короче говоря, не бросайте вот эту вот затею, играйте себе в удовольствие, выполняйте и, соответственно, копите все необходимое для того, чтобы им полегче добраться наверх на 10 уровень. Что касается прелестей прем-аккаунта, то с премиумным аккаунтом, да, безусловно, вы будете получать гораздо больше, поэтому в том числе собирайте себе сертификаты на прем-аккаунт, ну а там дальше уже выбираете, сколько свободного времени у вас есть, хотите час, а хотите 3 часа, 9 часов. Короче говоря, тут уже все зависит от того, сколько времени вы готовы сегодня или завтра посвятить игре. Я, допустим, никогда не ставлю себе сразу там на 30 дней или на 9 часов, я, как правило, пользую по часу, дабы просто сэкономить сертификатик, если вдруг по какой-то причине я не смогу дальше играть, ну и много не потеряю, если даже полчаса последние там не доиграю. Поэтому акк прем действительно вам довольно-таки неплохо поможет. Что вам поможет еще? Вам поможет однозначно свободка, потому что со свободкой прокачивать тяжелые ветки, для меня, допустим, тяжелой веткой оказался Минотауров, его очень, очень рекламировали, супер танк, супер ветка, ну ПТшка, если быть точным, но бляха-муха прокачать его действительно было очень сложно, ровно как и у британцев прокачать вот эту вот ветку АТМ для того, чтобы заполучить свое время себе бабаху. И тут я действительно пользовался и домазывал свободкой, ну просто потому что страдать больше мне не хотелось. Где взять свободку? Опять-таки батл пассы, ивенты, ну и самое главное, ребят, вы можете получить 15 тысяч свободного опыта за 10 дней просмотра рекламных роликов, то есть посмотрели 3 рекламных ролика в день, получили выполнение боевой задачи и получили свои полторы тысячи свободного опыта. Бустеры свободки тоже рекомендую припасти им заблаговременно и, соответственно, с ними можно ринуться в бой на любом уровне, прокачивая ту или иную ветку. Плюс к тому, если вы будете играть не с компьютера, а будете играть с приложения на телефоне, либо на планшете, то по результатам боя у вас еще появится предложение посмотреть рекламный ролик. И если результаты боя у вас были хорошие, нажимайте на просмотр рекламы, это существенно добавит вам в боевом опыте, порой полторы-две тысячи можно получить просто за просмотр рекламы. Согласитесь, существенное дополнение к тому, чтобы как можно быстрее продвигаться левелами выше. По отношению батл пассов уже, в принципе, все озвучил. Единственное что, обратите внимание, что здесь есть не только, ребят, бустеры, есть еще, помимо свободки, X3, которые тоже встречаются довольно-таки часто. Которые, как я уже говорил, будут существенно вам помогать. И еще, ребят, мой вам совет. Многие со мной не согласятся и в комментариях явно напишут, что я не прав, что не надо этим заниматься, что катать в базовом состоянии это неправильно. Но если ваша цель добраться до 10 уровня, не открывайте себе то, что вам не надо. Я говорю о чем? Я говорю о том, что, допустим, когда вы будете проходить... Я сейчас открою какую-нибудь веточку, допустим, которой у меня нет на данном аккаунте. Вот смотрите, для того, чтобы попасть, допустим, на 10 уровень, вам необходимо открыть себе пушку и открыть за 262 тысячи опыта 10 левел. Вы можете потратить вот этих вот, грубо говоря, 60 тысяч на то, чтобы лучше передвигаться в бою и быть более маневренными. Но лучше этих 60 тысяч оставить вот сюда вот и с учетом, допустим, там какой-нибудь скидки в 25 или в 50 процентов быстрее открыть себе десятку. Это необходимо, ребят, открывать только тогда, когда вы планируете оставить себе данную машину и катать на ней периодически. Если же вы планируете просто пробежаться по ветке для того, чтобы добраться до десятки, не тратьте свое время на то, чтобы потом заново накапливать боевой опыт, который вы потратили на двигатель. Ну, как бы глупо. Поэтому, ребят, рекомендую всем взвешенно относиться к тому, будете ли вы оставлять себе машину. Ну, а, соответственно, принимать решение, открывать ли все топовое оборудование на ней или делать этого не стоит. Если вдруг я что-то забыл, рассказывая вам о том, как за несколько дней добраться до 10 уровня, обязательно, обязательно пишите в комментариях свои дополнения, потому что ребятам необходимо знать, как проще добраться до заветной десятки. А на данный момент у меня все. Спасибо вам большое за просмотр. Возвращайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok